Уважаемый премьер-министр Новый, спасибо за вашу заботу о моем психическом здоровье и о том, что вы мне рекомендуете побольше позитива и так далее. Я очень рада. Но вы знаете, очень трудно оставаться позитивной, очень трудно видеть хорошее тогда, когда лекарства в аптеке стоят в десятки раз дороже, чем они были. Когда в больницах нет мест, когда, к сожалению, денег нет, когда хочется кушать, а нечего кушать, когда хочется куда-то выйти, пойти заработать, но нет такой возможности, потому что в свое время вы нас заперли на два месяца, и мы очень правильно и, как положено, выполнили все это. Мы, народ, выполнили свою задачу на ура, а вы, к сожалению, не справились, как начальник штаба. Не удалось вам остановить распространение коронавирусной инфекции. И все те деньги, 600 миллионов долларов, которые были выделены международным сообществом, миром, всем миром, нам в помощь, нам, народу Кыргызстана. Мы все время спрашивали, где эти деньги, где эти деньги. В итоге сегодня мы уже знаем, где они. Мы видели результаты расследования, что, оказывается, эти денежки остались в карманах чиновников. И, вы знаете, я могу точно сказать, что на Мальдивах солнце достаточно активное, и поэтому, когда вы туда полетите на частных самолетах, которые вы собираетесь в Казахстане арендовать, вы пользуетесь кремом от загара, потому что мне бы хотелось, чтобы вы сохранили здоровье до того момента, как состоится суд. Суд. И когда вы предстанете перед лицом кыргызского народа, и когда будете отвечать за каждый свой поступок, за каждую копейку, которую вы растащили и распихали по карманам, вот к этому моменту хотелось бы, чтобы вы сохраняли здравый ум и здоровье в теле. Наедине оставить народ с горем, с болезнями, со смертью, с страданиями, все, которые выпали на долю сейчас кыргызского народа, это просто кощунственно. Это преступление против человека. И это преступление заслуживает самой страшной кары, которая существует. И вам, всем, вместе, там, этим людям, которые сейчас там находятся, это и аппараты президента, и ваш аппарат, и аппараты джокуркукинеши, и все депутаты вместе с их семьями, всем этим людям предстоит нести ответственность. И ответственность не только перед законом, а ответственность перед высшими силами. Я знаю, что на вашей стороне, возможно, какие-то темные силы, потому что так бессовестно обворовать собственный народ и оставить его голодным, умирающим, без возможности приобрести лекарства, способны только люди, которые продали душу дьяволу. По-другому я сказать не могу. Поэтому я уверена, что настанет тот момент, когда вы предстанете перед лицом народа и будете рассказывать нам сказки о том, куда делись эти деньги, почему вы так поступили. И когда вы будете просить о пощаде, вот помните, вспомните, что в момент, когда люди умирали и просили вас о помощи, вы были глухи, остались немы, слепы и бесчувственны по отношению к собственной стране. И еще раз, эти деньги вам счастья не принесут. Пускай это звучит банально, пускай это звучит как обывательское предположение, но жизнь она такая. Эти деньги вам счастья не принесут. На вашей совести смерти всех людей, которые сегодня умирают на улице и возле больниц. Это все на вашей совести, на совести ваших детей. Счастья вам и процветания, дорогие мои.